Королева любовной прозы. Книжный обзор романов Даниэл и Стил. Любовь – чувства, которые хотят многие познать и сберечь, но не у всех получается. Утонуть в эйфории собственных чувств и эмоций. Любовные романы – это стихия любовного триумфа, где людям свойственны глубокие чувства и фантазии, о которых без стеснения пишут авторы этих произведений. На страницах любовного романа можно заснуть в собственной квартире одиноким, а проснуться на лазурном берегу в объятиях любимого человека. Любовные романы – это возможность отдохнуть от бытового однообразия и пуститься в пляс вместе с волнующей стихией литературной любви. Этот жанр считается одним из самых востребованных и популярных. Чаще всего книголюбы создают запросы в поисках систем на тему любовных романов. Но несмотря на всенародную любовь и востребованность, этот жанр поддается максимальной критике и обвинению в несерьезности произведений. Но ценители этого жанра не перестают восхищаться новыми произведениями, не обращая внимания на критиков и почитателей сложных произведений. Часто мы зачитываемся знаменитыми классическими произведениями, заставляющими задуматься о жизни, пересмотреть свое мировоззрение, взглянуть на мир глазами их героев. Но иногда хочется взять в руки книгу попроще, чтобы расслабиться и просто отдохнуть. Миллионы авторов пробуют свои силы, наполняя книжные магазины любовными романами. Но среди них есть люди, обладающие настоящим талантом. К ним относится и известная писательница Даниэла Стил. Даниэла Фернандо Номиника Шулейн Стил родилась 14 августа 1947 года в Нью-Йорке. Автор многочисленных романов, ставших бестселлерами. Суммарный тираж ее книг на сегодняшний день составляет свыше 125 миллионов экземпляров. Она продала более 550 миллионов книг. 23 ее новеллы были экранизированы. Ее произведения переведены на 35 языков в 48 странах мира. Практически каждая читательница может найти для себя любимую историю. О нескольких произведениях, которые произвели на наших читательниц, неизгладимое впечатление. Поэтому Соломальская библиотека подготовила рейтинг книг по мнению читательниц нашей библиотеки. В них такие слова, такие сломанные судьбы, и такая любовь, и неожиданное счастье в конце. А что нужно в это время мечтать? Вот с этими книгами наши читательницы и мечтают. Расскажу вам о каждой прочитанной книжке. Не бойтесь, я кратко. Десятое место. Калейдоскоп. Красавица-француженка полюбила американца. Как счастливы они были сначала, как влюблены. Их любовь дала жизнь трем дочерям. Но страшная трагедия положила конец этому счастью. И девочки остались совсем одни. Жизнь разметала их по всему свету. Но как бы по-разному ни сложились их судьбы, они унаследовали от своей матери главное – способность горячо и преданно любить. Обещание страсти. Девятое место. Кизия сын Мартин была истинной принцессой американского высшего света. Но этого оказалось недостаточно для сильной, независимой женщины. Кизия пробивает себе дорогу в журналистике и по роду профессии сталкивается с двумя мужчинами – безбашенным политиком Леваком Люком и его близким другом – мексиканцем Альхандро. Оба новых знакомых влюбляются в Кизию с первого взгляда. Она же страдает, не в силах сделать выбор. Восьмое место. Конец лета. У этой женщины было все – деньги, уверенность в себе, обаятельный муж, счастливый брак. И все буквально, все она потеряла в одночасье. Однако она не сломалась. И на развалинах прежней жизни нашла в себе силы начать все сначала. В новой жизни она сама добивалась успеха. Одерживала победы. Трудные и оттого еще более радостные. В новой жизни к ней пришла новая любовь. Страстная, нежная, о которой она не смела даже мечтать. Седьмое место. Только раз в жизни. Такое чудо случается лишь раз в жизни. Она была сильной, целеустремленной, талантливой. Она вызывала любопытство, уважение, зависть. Она умела быть очаровательно веселой. У нее было все, кроме счастья. Больше всего на свете она хотела быть счастливой. Но не знала, как бы этого добиться. И однажды встретила мужчину, который сумел объяснить ей, что для счастья нужно лишь одно – научиться любить и быть любимой. Шестое место. Дэдди. Одно из самых удачных и любимых произведений самой Даниэла Стилл – главный герой романа Оливер Ватсон. На 2018 году своей, казалось бы, счастливой семейной жизни остается один с тремя детьми на руках. Его жена Сара решила продолжить образование и стать писательницей. Как удалось Дэдди, папочке, удержать на плаву семейный корабль, сберечь детей и, в конце концов, обрести собственное счастье. Читатель узнает, прочитав роман. Голос сердца. Пятое место. Автор популярного телесериала Билл Тикбин пишет сценарии, в которых герой совершает непредсказуемые поступки. Но вскоре и в его собственной жизни все решительно меняется. Увлечение очаровательной Адрианы неожиданно для него самого перерастает в глубокое чувство. Адриана добра, хороша собой, но у нее есть муж, который ее бросил, не желая признавать себя отцом ее ребенка. Как всегда, жизнь оказалась затейливее и сложнее любой фантазии. Сумеют ли влюбленные разрешить свои проблемы и найти свое счастье? Прекрасная незнакомка. Четвертое место. Они встретились случайно, но эту случайность предопределила сама судьба, решившая, наконец, подарить счастье двоим, что слишком долго страдали. Алексу Гейлу, скрывающему от всего мира свое разбитое сердце и боль утраченных надежд. И Рафаэле Сент-Джон, истерзанной огромным героем, друг в друге обрели они любовь и радость жизни. Вот мы и подобрались к тройке самым любимым романам наших читательниц. Третье место. Секреты. Знаменитый режиссер Мел Векслер ставит свой лучший телесериал «Манхэттен» и приглашает сниматься в нем звезд и молодых актеров. За плечами каждого из них непростая судьба. Своя боль, радости, любовь и потери. Многое в их судьбах меняется с приходом на телевидение. Кто-то находит свое счастье, кто-то решает главную проблему в своей жизни. Никогда еще не приходилось Мелу работать с актерами, у которых было бы столько секретов. Второе место. Благословения. Они все очень разные. Счастливые, несчастные семейные пары. Но их объединяет одно желание, чтобы в доме наконец зазвучал детский смех. Но не всем дана такая радость. По-разному ищут героя выход, вступая в спор с врачами, с природой, с собственным возрастом. Но те, кто истинно верит в жизнь и стремится к счастью, обретают его. Итак, барабанная дробь. Первое место. Мечта. В романе популярной американской писательницы Даниэла Стил рассказывается о судьбе красивой молодой женщины Саманты Тейлор. У Саманты была многое красота, работа любимая в одном из крупных рекламных агентств Америки. Преуспевающий, любящий муж. Первый удар, обрушившийся на героиню, измена мужа и развод. Саманта сумела вынести, круто меняя свою жизнь. Она уезжает из Нью-Йорка, чтобы начать всё сначала. Но судьба посылает ей нелёгкие испытания. Вот такая коллекция. Но есть ещё одна книжка, которая выиграла бы приз Гран-при наших читательниц. Это роман Зоя. Блестящая судьба ждала юную княжну Зою Юсупову. В России эта фамилия и красота девушки открывали любви и двери. Но всё рухнуло в одночасье. Оказавшись за границей, она мечется в поисках работы, человеческого тепла, любви. В её жизни было всё. Столица мира Париж, Нью-Йорк. И большая любовь, свет которой озаряет всю её жизнь. В библиотеке много-много ещё и книг. Но вот критики не очень лестно отзываются о её книгах. Но зато их любят читательницы по всему миру. И наши читательницы из Соломбальской библиотеки не исключение. Соломбальской библиотеки не исключение.